Всем доброго времени суток, друзья! Продолжаем серию раскладов в золотистых оттенках осенних. Но опять же не так много осени у нас осталось, потому что я думаю, что не успеем обернуться, как уже наступит зима. Поэтому пока что теплой картинкой понаслаждаемся. Через какое-то время вернутся разные, в том числе зимние скатерти, но и естественно классика. Куда же без нее? Давайте так сделаем. Сегодня посмотрим, какую пакость именно загаданный вами человек задумал. Но понятное дело, что загадывать просто какого-то человека, с которым у вас идеальное отношение, никаких пакостей, вы и так знаете, что он не собирается вам устраивать, никаких там свинюшек подкладывать тоже не собирается, то тогда и нет смысла такого человека в целом загадывать. Поэтому думайте, если есть такие люди, которые не особо доброжелательны, вот можете загадать сейчас, задумал пакость или не задумал какую-то гадость в отношении вас и как это может выглядеть. Сегодня будет 4 позиции, яркие карамельные фигурки с нами, веселый светофорчик плюс сердечко. Если вы на эту или другую тему хотите индивидуальную консультацию, в прикрепленном комментарии и в описании к этому видеоролику ссылочка на видео, где подробно с уважением к вам я рассказываю, как вы можете получить индивидуальную консультацию для себя. Но еще такой момент в Телеграме, тоже публикуются интересные посты, можете присоединиться в прикрепленном комментарии, ссылка в описании к этому видеоролику тоже, ссылка на Телеграм, Приходите и будете, опять же, со мной и теми, кто уже присоединился к нам, более близко общаться на протяжении дня. Стараюсь, чтобы каждый день там были посты, конечно, но это опять же не в обязаловку, а когда у меня получается, я обязательно что-то публикую. Итак, друзья, великолепная, замечательной красоты выкладка у нас получается. Посмотрим, как распределятся замечательные фигурки карамельки. На первую позицию рубиновое яблоко, на вторую у нас изумрудное яблочко, третья позиция топазовое сердечко и четвертая позиция цитриновое яблочко. Кто-то спрашивал, что у вас сердечек, всех нет такого разного цвета или яблочко, вот добавьте голубенькое сюда. Друзья, нет фигурок, потому что в наборе таких фигурок не было. Именно вот так вот все распределяется, и чтобы не повторять цвета, приходится именно в такой последовательности, ну скажем так, цветовой какой-то выкладывать. Итак, четыре позиции, первая, вторая, третья, четвертая. Можете хоть по порядку выкладки, хоть по порядку поднятия мною, хоть по яблочко или фигурке там какой-то загадывать. Главное, чтобы для вас было максимально интуитивно, а мы начинаем и позиция номер раз. Давайте посмотрим, что там понадумался. Ну вот здесь, да, здесь может задумать. Сделал пакость, сердцу радость, знаете, вот из этой области. Так. Есть риски со стороны человека, пока что на сегодняшний день что-то его останавливает, но я вам скажу так. Здесь именно есть конфликт, конфликт назревший. Скорее всего, даже уже человек мог, ну как-то вокруг себя атмосферу испортить какими-то гаденькими выхлопами. У кого-то это женщина, знака воды или воздуха, жесткая достаточно. Либо уже от человека, которого вы задумывали, было какое-то с его точки зрения наказание, с вашей точки зрения неправильное, несправедливое поведение. Мы сейчас не о том, кто прав, кто виноват. Мы о том, что этот человек может, да, пакость вам все-таки подкинуть. Ну смотрите, человек считает вас в первую очередь закрытым таким, да, и считает вас, несмотря на то, что нет какого-то диалога конструктивного, правильного. Иногда, ну иногда, конечно, Галя права, но вообще я ее не понимаю. И все ее восприятия действительности, они устарели на сегодняшний день. То есть ты ничего не понимаешь в современном мире, и ты вообще вот, вот есть такое размышление о вас. Со стороны человека кипит, праведным гневом периодически подбулькивает. Есть такой момент, но пока что, скорее всего, до конца года даже у кого-то, особенно если вы как-то по работе соприкасаетесь, или есть какие-то общие дела, до исполнения этих дел будет, не то чтобы помалкивать, но может без разворачивания какой-то атомной реакции, немножечко потерпеть. Может быть еще история, что человек либо в отпуске, либо у него сейчас есть весьма серьезные финансовые, в том числе, неприятности, которые он решает, поэтому пока что не проявляется. Смотрите, да, вот такое ощущение, что копит ярость постепенно человек, его вот раздувает, 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 и скорее всего, к концу года, если вы сразу после выхода смотрите расклад, либо, если вы летом смотрите, это до конца лета, если весной, то до конца весны, соответственно, зимой, до конца зимы. Вот здесь такая история, если осенью, то до конца года. Здесь такая история, когда человека может рвануть, порвать на сотню мелких хомячков, и вот результат будет. Ну, вы знаете, здесь вот вы тоже подумайте, потому что ложатся карты достаточно такой обоюдной, да, конфронтации. То есть не сказать, что вы здесь тоже прямо белый и пушистый, потому что либо вы, может быть, не хотите обсуждать какие-то вопросы, проблемы, либо просто тяжело у вас понять или тяжело с вами согласиться. Я не говорю о том, что вам надо сдаваться, но немножечко отражение зеркальное, на себя немножко тоже посмотрите, потому что есть здесь определенные нюансы, вот тут прямо они ложатся, которые говорят о том, что будут еще перепалки. И каждый по-своему, конечно, прав, но если упираться до последнего именно в таком режиме, то столкнетесь. Это узнаете как нелицеприятное сравнение, но тем не менее, два барана на бревне через реку. И ни один не хочет уступать здесь. Ну, вам смотрите, вот здесь вот вы должны понимать, что у человека ресурс, в принципе, для того, чтобы потрепать вам нервы, он есть. И в целом даже карты рекомендуют, смотрите, какая красота у нас. Карты рекомендуют даже, возможно, рассмотреть для себя возможность примирения с данным человеком, потому что, ну, далеко не все так мягко может пройти для вас, как вы рассчитываете на сегодняшний день. Лезть в душу, какие-то задушевные беседы вести не надо, но бойтесь накопления негатива в этом человеке, потому что вот его реально порвет на тысячу мелких хомячков, поэтому не доводите до греха, вот так можно сказать. Но, опять же, если вы четко уверены в своих силах, вам все равно, будет ли переживать этот человек, и как это скажется на вас, вы, конечно, можете упорствовать, однако здесь можете пострадать как вы, так и этот человек, потому что, ну, далеко здесь человек, не бедная овечка. Для тех, кто выбрал позицию номер 3, давайте посмотрим, что нам сердечная позиция скажет. Ну, вы знаете, есть в человеке некий максимализм, и здесь вот бывает как будто бы столкновение вашего опыта или какой-то рациональности с слишком громкими высказываниями, которые на максимальном пафосе делаются со стороны человека, и вас это может лишать желания общаться с таким человеком, с такой кандидатурой, да, вот в вашем окружении. Не могу сказать, что человек прям задумывает пакость, но здесь такая история, когда человек может финансово как-то, по вашему мнению, проявить инициативу неправильную, не очень приятную для вас и вывести на эмоцию. У кого-то это до 23 лет, достаточно такой максималистический, настроенный, может быть, молодой человек или девушка. У кого-то женщина, знака воды или воздуха, имя Настя у кого-то будет здесь просматриваться. Давайте посмотрим, что же человек к вам. Ну, вы знаете, скажу так, что у человека есть еще вокруг люди, которые могут его подначивать. И вроде бы человек сам не особо хотел бы быстро действовать, но есть люди, которые говорят, что ты сидишь, что ты, Вася, на попе селрона, давай вставай, что ты хоть делай, ты там мужик или не мужик, или ты человек, не человек вообще, если это женщина, да. Есть люди, которые поддавливают. Вот видите, с чего начали, тем мы продолжаем. Потому что здесь есть такие же более взрослые люди, но которые толкают на какие-то юношеские, иногда даже немного смешные поступки человека. Ну, если вы человека блокировали, он это заметил. Могу сказать сразу. Считают, что от вас обратной связи не дождешься, что вы не даете те комментарии, которые человек ожидает. Но и здесь вот все-таки, видите, не только вами единым человек здесь жив, потому что тратит достаточно много энергии на тех людей, которые не дают ему никакого плюса, и там ничем хорошим не закончится. Но даже если вы состоите в формате треугольника, неважно, любовного, рабочего, какого-то другого или дружеского, он порядка, здесь человеку вот этому добром не выйдет все это. Он будет вынужден или она переоценить эту позицию свою в дальнейшем. Ну, это знаете, как называется, если бы молодость знала, если бы старость могла. И здесь может быть такая история, что человеку предстоит пережить определенные эмоциональные, даже в том числе срывы, для того, чтобы повзрослеть немножечко. Это вот из области вырастешь, поймешь. Хотя вроде звучит тупо, потому что какие-то вещи надо сообразно возрасту объяснять людям. Или дозреешь эмоционально, поймешь, как это. А человеку предстоит это понять, но чуть-чуть попозже как будто бы. Не пытайтесь хитрить, мудрить, выкручиваться как-то в плане общения с этим человеком. Не пытайтесь как-то елозить. Здесь больше подойдет такая стратегия. Пришел, все, что хотел, коротко изложил, желательно письменно. То есть желательно не звонить и ругаться, а написать, например, какое-то сообщение или пост, или просто сообщение в личном общении. Четко все выразить и уйти. Уйти для того, чтобы у человека было время, была возможность, были ресурсы именно временного характера, осознать, что вы хотите сказать. Человек до любой вашей информации должен дозреть. Потому что пока что он считает, что вы то ли не хотите ничего объяснять, то ли вы не можете объяснить, то ли вы скрываете. Вот вам это состояние со стороны человека подозревать и надо убрать. В том плане, что, Леша, я не скрываю, но вот это моя позиция, просто попытайся ее осмыслить. Позже вернемся к этому разговору. Как-то вот отложенный разговор здесь все-таки будет получше. Позиция номер... Номер раз давайте. Что у нас здесь? Хо-хо! Прямо даже вот так вот. Ну вот про барана, да, и мост уже было у нас сегодня. Но здесь история, когда вам уже повезло. То есть вас уже как будто бы пронесло в режим, в хорошем смысле этого слова, а не поляшкам. Здесь вот такая история, когда могла быть подстава со стороны этого человека, но все как-то очень быстро переменилось, сложилось удачно. И сейчас на достаточно длительное время вы можете быть не то чтобы спокойны, но по крайней мере чуть подрасслабиться. Потому что со стороны человека какого-то настроя очень негативного нет. Считает, что вы и так переживаете нас, ой, Лерка сейчас так переживает, я подожду немножко. Я не буду пока что вот лезть со своими там какими-то размышлениями. Поэтому здесь думают, что у вас и так достаточно хлопот, что у вас есть какие-то проблемы. У вас может их и не быть, но впечатление такое у человека создается. Что у вас есть определенные проблемы, переживания, что вы весь в работе, что у вас нет времени сейчас как-то переключиться на него или как-то по-другому, да, вот здесь выплыть из этой всей истории. Но в любом случае здесь история, когда человек достаточно ровно сейчас смотрит на то, что происходит в вашей жизни. Можно сказать, пусть Оксана там с делами разберется, тогда вернемся к этому разговору. Но к этому разговору, скорее всего, будет возвращаться немножко попозже, через месяцочек, где-то полтора может быть. И тогда может быть история, когда чуть-чуть остывшие вы оба поговорите на ту тему, которая беспокоила обоих. Вы знаете, человек намеревается решать дела или как-то помочь вам решить дела, которые не решались до сегодняшнего времени. Это не про подлость, это не про гадость, не про пакость. Это просто называется, ну давай как-то решать, все равно же мы должны это решить. Ну вот этот месяц как раз-таки для вас будет полезен, для того, чтобы вы немножечко собрали в кучу себя дружественный настрой, людей, возможно, которые смогут с этим человеком тоже в каком-то режиме вежливости поговорить. А возможно, вы даже получите консультацию специалиста в любой сфере, который скажет вам, как лучше быть в этой ситуации. Если это юридического формата, какие-то разбирательства, споры, то это как раз-таки человек, который с юридической точки зрения вам подскажет. Ну или другая сфера, кто-то к психологу пойдет и так далее. Предостережение совет, не бросайтесь пока что помогать и не защищайтесь от помощи, которую предлагают вам. Не надо себя сейчас перегружать, потому что вот бывает такое, что хочется успеть все везде, посидеть на всех стульях сразу и описать все углы, которые только есть. Но здесь вот пока что повремените с этим. Постарайтесь просто стабилизироваться как минимум или обратите внимание на женщину. Женщина знака земли или огненного знака, состоявшаяся, состоятельная, на то, как она берет свою волю в кулак и на то, как она в разрушающих каких-то обстоятельствах действует. Это для вас может быть образцом к подражанию. Может быть пара, либо женщина-вдова или разведенная, либо рядом с ней мужчина-знака воды или воздуха. Такой жесткий, бескомпромиссный, симпатичный может быть внешне. В любом случае здесь вот для вас стабилизация и взятие примера с какой-то сдержанной парой или с людей сдержанных, о которых шла речь, вот это для вас лучше всего пока что. Конечно, позиция. Первое, второе, третье компот зелено-яблочный. Почему-то у нас зеленое яблоко часто на компоты в последнее время выпадает. Вы знаете, здесь ощущение такое, что человек занят какими-то своими делами, кто-то вообще в отъезде. Настроен к вам, кстати, неплохо. Даже если вы расстались, даже если это вопрос о каких-то бывших взаимоотношениях, то это из области о бывших либо хорошо, либо ничего. Ничего, кроме правды. Здесь такой момент, когда, скорее всего, вы заблуждаетесь или человек фейково как-то может намекать на то, что определенную гадость сделаю. Из области того, что, знаешь, Наташенька, ты не расслабляйся, потому что я там про тебя помню, могу прощального пинделя еще раз наподдать. Но на самом деле человек действительно занят собой, как-то вот он доволен жизнью, он или она. Это не важно, в зависимости от того, кого вы загадали здесь. Считают, что у вас тоже все в принципе в порядке на сегодняшний день. Единственное, что считают, что вы заблуждаетесь в распределении финансов и выбора круга общения. То есть вот может сказать, что Олеся, она, конечно, классная, но она косячит. Вечно у нее подружки какие-то, транжиры дуры. Или какие-то такого рода. Могут быть рассуждения со стороны человека. А так называется, ой, а что к ней лезть? Она сама вся в своей семье, вся в окружающих делах, заботах. Но, кстати, человек считает, что и вы к нему вполне лояльно относитесь. Что даже если были конфликты, то этот человек все-таки, то есть вы, то вы все-таки можете как-то это более-менее рационально решить. Большое количество людей здесь сразу собирается. И женщина знака земли или огненного знака, и мужчина до 40 лет знака воды или воздушный, и мужчина старше 40 знака земли и огненного знака, когда столько людей выпадает фигурок, это говорит о том, что нам вообще не надо трактовать каждую фигурную карту отдельно. Это говорится о том, что либо человек думает, что у вас большой достаточно круг общения сейчас, ну и вообще думает, что милые бронятся, только тешатся. То есть если это ваш партнер, то скорее всего он думает о том, что ну поссорились, ну помиримся, ну с кем не бывает. Показывается 40 парень какая-то. Ну у кого-то такая пара, это друзья, хотя у большинства здесь мужчина-женщина все-таки. Вы знаете, здесь фейковые чувства у человека, что все прошло. Ну нет-нет, да кольнем. То есть нет-нет, да на эмоцию это выведет. Все-таки бывает такая история. Ну и тут человек все-таки, вы знаете, удивлять он вас особо не будет. Если это родственник или муж-жена, то вот как обществом предполагается себя вести в подобного рода обстоятельствах, так человек себя вести и будет. Но видите, для него эта ситуация важная, или для вас, потому что все-таки все четыре старшие аркана легли, а колода хорошо перетасована. Здесь не лежат подряд старшие арканы. Вот какое дело. Перспектива ситуации. Ну вы понимаете, что творится. От чего уехали, к тому и приехали. Идеальный шторм. Здесь вот та история, когда в принципе человек пока что будет сосредоточен на своих каких-то моментах, нюансах, вопросах. Его предложение вам может показаться достаточно эгоистичным. И человек все-таки еще появится, еще вернется, еще тема эта будет поднята, которая вас беспокоит. Но я не думаю, что особо изменится позиция человека по этой теме. Ну вы знаете, вот то, что хотелось решить абсолютным миром, то, что казалось, ну мы же друзья, или мы же одна семья, ну неужели мы как-то не договоримся. Вот забудь надежду всяк сюда входящий, потому что здесь больших изменений со стороны человека нет. И карты здесь говорят о том, что даже может быть настанет то время, такой период, когда вы будете иметь полное право поехидничать над тем, что человек делает, или как он себя ведет, поподначить его даже, для того, чтобы чуть-чуть его же стабилизировать в том, что он делает. Ну и кстати, смотрите, если человек ни в коем случае не помогает вам в реализации финансовой составляющей вашей жизни, или он ей мешает, ну тогда отодвиньте пока что данное лицо на второй, третий, восьмой, десятый план, и живите спокойно, и будет вам счастье. Вот такая здесь, друзья, история. Подписывайтесь на телеграм, прикрепленном комментарии, ссылочка. Всем удачи, благополучия, до встречи, до свидания.